Всем привет! Одна из самых важных вещей в творческом развитии — это практика. Без практики не будет никакого результата, и да, я сейчас говорю очевидные вещи. Для прокачки навыков нужно очень много работать и практиковаться. Практиковаться не только в создании целых работ, но и в каких-то базовых навыках и каких-то единичных этапах. Я всегда считала, что у меня получаются не очень хорошие скетчи, да и если говорить честно, порой я просто пропускаю этот этап создания арта, и это очень плохо. Поэтому я решила немного попрактиковаться в создании скетчей и каждый день в течение недели рисовать по 20 скетчей окружения. Надеюсь, это как-то поможет набить мне руку в рисовании скетчей, потренироваться с придумыванием новых идей, а также повторить и закрепить как-то навыки владения композицией в своих работах — это точно лишним не будет. И в этом видео вы увидите процесс создания более 140 скетчей, которые я сделала за неделю. Но в конце ролика я поделюсь своими советами для тех, кто, возможно, собирается рисовать скетчи или хочет повторить мой этот недельный марафон. Так что обязательно смотрите до конца. Ну а мы начинаем. Поехали! Ну а перед началом мне бы хотелось рассказать про еще один способ прокачать свои навыки и получить ценный опыт. Онлайн-курс «Графический дизайн с нуля до про» от Contented поможет без проблем начать свой творческий путь и развитие как профессионала в сфере дизайна. Не знаете, как поступиться к профессии и с чего начать обучение? Или не знаете, какой софт и почему стоит выбрать? Профессионалы Contented помогут вам встать на путь истинный и получить все самые необходимые знания, а самое главное — актуальную базу, с которой можно будет развиваться в любом направлении графического дизайна. За время обучения вы научитесь пользоваться самыми актуальными программами — фотошопом, иллюстратором, авторэффектом и даже синемой 4D. Ну и куда без практики? Как я и говорила, практика в обучении — это самое важное. И поверьте, здесь ее будет очень много. Более того, в Contented выстроена комфортная система обучения, при которой вы можете учиться тогда, когда удобно вам, и даже замораживать курс на какое-то время. По моему промокоду вы можете получить скидку на курс «Графический дизайнер с нуля до про». Его, как и более подробную информацию о курсе, вы можете найти в описании. Успешного обучения! Итак, первый день. Начиная свой недельный запек скетчей, я преследовала несколько целей. Первое — подтянуть навыки рисования быстрых скетчей с разложением по планам. Второе — попрактиковаться в композиции для артов. Ну и последнее, конечно же, поработать с поиском идей, потому что все мы с вами знаем, как порой тяжело найти идею, или если идея есть, то как тяжело ее адекватно визуализировать. Арисовать я решила именно окружение, точнее, различные варианты окружения с использованием самых типичных объектов в разных простых вариациях. Конечно же, в первую очередь это были горы, скалы, реки и водопады. Просто потому, что на эти объекты очень легко найти огромное количество референсов. А самое главное, с их помощью можно придумать просто огромное количество комбинаций. Ну и так как моей целью не было создание какого-то одного уникального арта, я просто накачала себе разных фотографий реальных объектов для вдохновения и приступила к рисованию. В принципе, я решила для себя, что буду рисовать минимум по 20 скетчей в день, невзирая на то, сколько это по времени займет. И про время я говорю не просто так, потому что в первый день я потратила на создание этих скетчей больше пяти часов. Я не знаю, как так вышло, я просто села рисовать и когда закончила, прошло пять часов. Да, конечно, я немного отвлекалась на социальные сети, ну там инстаграм, в ВК ответить, еще что-нибудь, видосики на ютубе переключить. Но прошло пять часов. И тут как бы может возникнуть закономерный вопрос. Скетчи на экране простые. Как на них можно было потратить пять часов? И тут как бы я согласна, скетчи простые, но в первый день трудность была не в рисовании, а именно в поиске идеи и выстраивании объектов в какую-то хоть сколько-нибудь адекватную композицию. И как-то очень туго шло, видимо, первый день действительно был какой-то неудачный. Кстати, я совсем забыла рассказать про видеоряд. На экране вы видите процесс рисования скетчей с пометкой о том, какой это день. Ну и в конце каждого дня я буду выводить скрин с нумерацией, красными точечками, тут отмечены скетчи, которые понравились мне больше всего. Но вы в комментариях можете писать свое мнение и писать, согласны со мной или нет. А еще кое-что, все скетчи я рисовала на айпаде, поэтому те, кто привыкли к фотошопу на моем канале, не удивляйтесь, это интерфейс Pro Creator. В принципе, мне не было разницы, где рисовать скетчи, поэтому я решила делать это именно так. Если вы вдруг решите тоже чутко размяться и неделю порисовать скетчи, то нет никакой разницы, где вы будете это делать, хоть на листке бумаги. Во второй день, кстати, я потратила на создание своих скетчей уже два часа. Успех. Ну, наверное, потому что не сильно отвлекалась. Но тут возникла проблема. Точнее, старая проблема в новой оболочке. Мне начало казаться, что все свои идеи я уже нарисовала в первый день. И теперь я просто не представляю, что вообще нового нарисовать. Но как-то техника от пятна вытащила меня из этой пропусти с проблемами в идее. То есть я как-то не особо осмысленно начинала рисовать пятна и старалась разглядеть в них какие-то формы, которые потом дорабатывала. На третий день я решила продолжить свои мучения со скалами. Но это было уже настолько тяжело, что я решила немного сменить тематику и покосить под Сталенхага. Саймон Сталенхаг – это очень-очень-очень-очень крутой художник. Я часто говорю про него в своих видео. И это художник со своей уникальной стилистикой. И я уверена, что вы видели хоть одну его работу. И если нет, то обязательно зацените. В России даже продаются артбуки с его работами, которых я как раз и насмотрелась. Поэтому решила попробовать рисовать эти причудливые механизмы. Чтобы как-то разбавить свои горы и добавить какие-то акценты. Кстати, учитывая простоту композиции, в третий день я справилась еще быстрее. Всего за час. Что не могло меня не радовать, потому что я начала думать, что я работаю быстрее. Как бы приятно. На четвертый день я вспомнила, что мне срочно нужно делать арт для Бенни. Да, кто не видел, я участвовала в этой трейсе у Бенни Продакшн. Видос есть у него на канале. Так вот, я вспомнила, что я все-таки в нем участвую. И мне нужно подготовить работу. Поэтому я решила порисовать скетчи на тематику работы. Потому что у меня все-таки были ограниченные исходники, которые мне нужно использовать. В принципе, это ввязалось под тематику того, что нужно рисовать скетчи. И я нарисовала пару скетчей на эту тему. Правда, здесь на самом деле не все варианты, о которых я думала. Потому что многие скетчи в тот день я рисовала в фотошопе. Но видите ли, я забыла, как включить запись в ОБС. Поэтому у меня есть только запись с айпада. Вот. И на самом деле с композицией для арта Бенни я поделилась очень быстро. Потому что там было всего 10 картинок, которые нужно обязательно использовать. И как-то у меня так все удачно сложилось сразу. Поэтому я продолжила делать скетчи с закосом на Сталинхага. Но в этот раз я постаралась добавить немного крепоты. И вот с крепотой у меня реально проблема. Потому что я очень впечатлительный человек. И я не смотрю из-за этого ужастики, какие-то страшные арты. Поэтому у меня прям очень маленькая насмотренность. Соответственно, придумать что-то прикольное, а тем более уникальное, что хотелось бы отобразить скетчи, у меня как-то не особо получалось. Но что вышло, то вышло. По времени этот день тоже заняло около двух часов. Пятый день. И этот день в прямом смысле рисования на коленке. Потому что у меня было очень мало времени. Но мне настолько не хотелось прервать свою неделю, что я рисовала эти скетчи уже очень-очень поздней ночью. И вот лишь бы как-нибудь их нарисовать. И у меня что-то настолько все из рук валилось, что тут я решила, что проблема в том, что мне не нравится, как стилус по айпаду скользит. Да, нашла оправдание. Молодец. И поэтому на следующий день я даже наклеила пленку на айпад с закосом под бумагу. Но об этом отдельная история. Короче, мораль пятого дня. Не делайте что-то через силу и не забывайте отдыхать. Я прям очень сильно рукаюсь на себя за свои попытки успеть все в минус сна. Вот прям не люблю себя за это, но постоянно так и делаю. Поэтому все делала через силу и получилось как-то не очень хорошо. Не надо так. Лучше отдыхать и тем более нормально высыпаться, а не пытаться нарисовать какие-то несчастные скетчи. Наверное, на пятый день ушло около часа. Такие дела. Шестой день. И тут у меня появилась довольно интересная задача для тестового задания. Мне нужно было совместить в одном арте три вещи. Ледяной водопад, туманный лес и подводные скалы. Ну и, соответственно, практически все мои скетчи в этот день посвящены моим попыткам обыграть эту ситуацию. И тут может показаться, что скетчи практически одинаковые. Но нет, они все разные. Правда, поверьте, пожалуйста. А вообще, в шестой день я заметила для себя такую проблему, что после того, как я нарисую одну вариацию какой-либо сцены, мне очень тяжело далеко отойти от нее. Прям очень тяжело. И все-таки это полезный навык, когда ты умеешь абстрагироваться и посмотреть на задачу под новым углом. У меня как-то не особо получалось, поэтому все скетчи очень похожи друг на друга. Эх, есть куда расти. Ну и переходим в седьмой завершающий день. И тут я решила немного расслабиться и вернуться к простеньким скетчам, как в первый день. В общем, тут я рисовала скалы, свои удовольствия, все, как я люблю. И на самом деле от седьмого дня я получила прям огромное удовольствие, потому что у меня не было каких-то ожиданий, я не пыталась под кого-то косить, делать какие-то специфические скетчи непривычные для себя. Я делала какие-то простые композиции с любимыми скалами, горами. И учитывая, что я первые дня их и делала, у меня уже какой-то опыт сформировался, и мне было как-то просто. Да и как мне кажется, композиции хоть и простые, но стали смотреться они намного лучше. Давайте все-таки перейдем к советам для тех, кто хочет порисовать скетчи. И за семь дней я отметила бы несколько важных пунктов. Первое. Запаситесь референсами и фотками, которые будут вас вдохновлять. Потому что, во-первых, это прокачивает вашу насмотренность, во-вторых, помогает вам во время ступора с поиском идеи. Например, если решите порисовать горы, запаситесь рефами с разными-разными горами, скалами. Это реально поможет с поиском идеи, когда вы будете не понимать, как сделать. Как минимум, можно будет взять какую-то причудливую форму скалы с готовой фотки и попробовать повторить ее уже в своей работе. Второе. Не тратьте много времени на один скетч. Особенно, если вам кажется, что ничего нормального не выходит. Просто попробуйте нарисовать что-то заново. Третье. Пробуйте разные техники рисования в своих скетчах. В этом видео я в основном рисовала от пятна, но никто не мешает рисовать онлайном или шейпами, или еще как-либо, как вам удобнее. Я выбрала лишь тот вариант, который нравится мне, и его использовала. Четвертое. Не рисуйте через силу. Потому что если вам не хочется, а вы заставляете себя, то результат будет не очень хорошим, что будет только больше вас расстраивать и отбивать желание что-либо делать. А все-таки мотивацию терять не нужно, мотивация двигает нас к новым высотам. Так что все будет классно. Главное, делайте все в свое удовольствие, сверив в то, что это поможет вам прокачаться. На этом у меня все. Вот столько скетчей у меня получилось за неделю. Здесь их даже больше 140, потому что в некоторые дни я рисовала больше скетчей, чем 20. Ну и в целом я очень довольна результатом и тем, что у меня получилось за неделю. Надеюсь, этот ролик был вам интересен. Делитесь в комментариях своим мнением насчет подобных форматов. Ну и, конечно же, большое спасибо за просмотр, удачи вам в творчестве и до встречи в следующем видео. Пока!